Зарубежная Европа Зарубежная Европа Зарубежная Европа Зарубежная Европа Зарубежная Европа Автомобилестроение является основой отрасли машиностроения. Самые известные производители легковых автомобилей – Германия, Франция, Италия и Швеция. Это еще и та отрасль, в которой задействован большой процент трудовых ресурсов. Многие страны предпочитают определенную специализацию в отрасли. Грузовые автомобили производятся на заводах Чехии, Болгарии, Румынии. Автобусы выпускают в Швеции, Венгрии. Современное авиастроение развито в Великобритании, Франции. Производством морских судов славятся Германия, Швеция, Финляндия и Польша. Химическая промышленность занимает второе место после машиностроения. Почти все страны зарубежной Европы имеют высокоразвитую химическую отрасль. Отрасль развивается на базе как собственного, так и импортного сырья – угля, нефти и газа. Поэтому предприятия размещены как в районах добычи сырья, так и на побережье. Химическая промышленность – одна из важнейших отраслей мирового хозяйства. Она обеспечивает полноценную работу всех отраслей промышленности зарубежной Европы. Химия органического синтеза и полимеров. Нефтехимия развиты во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Великобритании. Минеральные удобрения производят на заводах Франции и Германии. Традиционной для Европы стала фармацевтическая промышленность. Всемирную известность приобрели фармацевтические фирмы Швеции, Швейцарии, Германии и Болгарии. В топливно-энергетическом хозяйстве ведущее место заняли нефть и природный газ. Энергетическое хозяйство европейских стран базируется как на собственных ресурсах, так и на импортных. На собственном сырье развивается угольная промышленность Германии, Франции, Великобритании, Польши. Свои месторождения нефти и газа на шельфе Северного моря разрабатывают Великобритания и Норвегия. Месторождения урановых руд активно используют Франция и Испания. Однако большинство стран Европы импортируют энергоресурсы из района Персидского залива, Африки и России. В целом в зарубежной Европе большая часть электроэнергии вырабатывается на ТЭС, они ориентированы на угольные бассейны. В странах Северной и Южной Европы, Скандинавии, важное значение имеют гидроресурсы. Самый большой гидроузел построен на Дунае в 1970 году в ущелье Железные ворота. Западная Европа – район развитой атомной энергетики. В регионе уже более 80 атомных электростанций. В последнее время создаются преимущественно экологически чистые источники энергии. Так в Италии, Исландии используется геотермальная энергия. Приливные электростанции используются во Франции и Норвегии. Распространено использование ветровой энергии. Европейская металлургия сформировалась еще в конце XVIII века, как базовая отрасль промышленного переворота, обеспечивающая сырьем машиностроение. Важнейшие отрасли цветной металлургии – алюминиевая и медная промышленность. Черная металлургия получила развитие в странах, традиционно располагающих металлургическим сырьем. Во второй половине XX века такие страны, как Италия, Нидерланды, Германия и Франция, переориентировали свое производство на более дешевое импортное сырье. Алюминиевая промышленность основана на базе собственных бокситов во Франции, Италии, Венгрии, Румынии и Греции. А на базе дешевой электроэнергии развивается производство алюминия в Норвегии, Швейцарии, Австрии и Германии. Производство меди сосредоточено в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Польше и Сербии. Лесная промышленность ориентируется на собственные лесные ресурсы и превратилась в отрасль международной специализации. И как вы помните, Швеция и Финляндия – лесные цеха региона. В начале XX века легкая промышленность зарубежной Европы занимала господствующее положение в мире. Однако вследствие быстрого роста производства тканей, одежды и обуви в развивающихся странах и широкого дешевого импорта этих товаров в легкой промышленности зарубежной Европы наступил кризис, и ее значение спало. Произошло смещение текстильных районов из Великобритании, Франции в Южную Европу, где были резервы дешевой рабочей силы. Так Португалия превратилась в главную швейную фабрику региона, а Италия лидирует по производству обуви и уступает только Китаю. Сохраняются и национальные традиции. Австрия продолжает изготовление горных лыж, Бельгия – охотничьих уружей, Чехия – бижутерии и карандашей. Легкая промышленность представлена практически во всех странах Европы, хотя с заметными различиями в специализации. Безусловным законодателем мировой моды является Франция. Италия выделяется производством шерстяных тканей и обуви, удерживает первое место в мире по производству на душу населения. Для некоторых стран Европы пищевая промышленность является не только традиционной, но и отраслью специализации в географическом разделении труда. Виноделием славятся Франция, Венгрия, Испания, Болгария. Швейцарский шоколад считается самым лучшим в мире. Нидерланды, Франция, Швейцария и Италия – известные производители сыров, а Исландия и страны Балтии – рыбных консервов. Несмотря на некоторую ограниченность земельных ресурсов, зарубежная Европа смогла наладить довольно-таки высокопродуктивное сельское хозяйство. Страны этой части мира не только в состоянии обеспечить продовольствием собственное население, но и в большинстве своем являются крупными экспортерами продуктов растениеводства и животноводства. На предыдущем уроке уже отмечалось, что агроклиматические условия Европы на большинстве территорий благоприятны для развития сельского хозяйства. В структуре отрасли наблюдается зависимость от уровня экономического развития. Под воздействием природных и исторических условий в регионе сложились три основных типа сельского хозяйства – североевропейский, среднеевропейский и южноевропейский. Североевропейский тип распространен на территории Великобритании и Скандинавском полуострове. Здесь разводят крупный рогатый скот молочного направления и выращивают кормовые культуры. На побережье развито рыболовство. Страны среднеевропейского типа – Франция, Германия, Швейцария – специализируются в основном на мясомолочном животноводстве и кормопроизводящем растениеводстве. Также важными подотраслями в этих государствах является овощеводство и выращивание технических культур. Для южноевропейского типа характерно значительное преобладание растениеводства. Главное место в посевах занимают зерновые культуры. Международная специализация Южной Европы определяется прежде всего цитрусовым растениеводством. Побережье Средиземного моря – главный сад Европы. Наиболее яркими примерами специализации на субтропических культурах являются южные, прилегающие к морю районы Испании и Италии. Италия занимает первое место по сбору винограда в мире, южные регионы Испании держат первенство по сбору маслин. Восточноевропейский тип сельского хозяйства развивался в особых экономических условиях. В середине прошлого века в этом регионе активно создавались колхозы и совхозы, поэтому какой-либо ярко выраженной специализации эти страны в сельском хозяйстве не имеют. Более отчетливо она проявилась лишь в выращивании овощей, табака, фруктов, винограда и ведении зернового хозяйства. Невозможно обойти еще одну подотрасль сельского хозяйства северных и западных стран зарубежной Европы. Это цветоводство. Специализируется на нем в основном Нидерланды. Выращивать луковичные и древесно-кустарниковые декоративные растения в этой стране начали очень давно, более 400 лет назад. Первые тюльпаны завезли в Нидерланды из Турции. За небольшой промежуток времени в Голландии были выведены тысячи сортов разновидностей этого цветка. Зарубежная Европа – регион с высокоразвитого транспорта. По обеспеченности территории транспортной сетью Европа занимает первое место в мире. По дальности перевозок она уступает лишь системам США и России. Сравнительно небольшие расстояния стимулировали развитие автомобильного транспорта и строительство качественных дорог. Региональная транспортная система относится к западноевропейскому типу. Автомобильный транспорт играет главную роль в перевозках не только пассажиров, но и грузов. Конфигурация сухопутной транспортной сети региона очень сложна, но ее каркас образует магистрали широтного и меридионального направления, имеющих международное значение. Например, крупнейшая трансевропейская автомагистраль – север-юг. Новая инфраструктурная политика объединит 28 государств Евросоюза единой трансевропейской транспортной сетью с девятью международными транспортными коридорами. В новом проекте особое внимание уделяется строительству скоростных железных дорог. Проект планируется завершить в 2030 году. Железнодорожный транспорт в Западной Европе сокращается, а в Восточной Европе остается основным видом, занимающим по объему перевозок первое место в регионе. В Швейцарии в 2016 году открыли самую длинную и глубокую железнодорожную трассу «Нтанель» – «Готардский», который проходит под Альпами. Ее длина – 57 километров, и строили ее 17 лет. Речной транспорт региона хорошо развит благодаря наличию водных путей Рейна и Дуная. Активно используется водный путь, соединяющий обе главные водные артерии зарубежной Европы – Рейн, Майн, Дунай. В местах пересечения различных транспортных линий, как сухопутных, так и водных, образуются транспортные узлы. Такими узлами являются порты. Порт на Рейне-Дуйсбург – самый крупный по грузообороту речной порт мира. Международное значение имеет морской транспорт. Во многих странах Европы доля морского транспорта в грузообороте очень велика. Огромное значение имеет обслуживающий этот вид транспорта морские порты. Самый крупный из них – Роттердам. Его грузооборот составляет около 300 миллионов тонн в год. Также в зарубежной Европе развит трубопроводный транспорт. Во второй половине 90-х годов был составлен и начал осуществляться проект создания единой транспортной сети Европы. Он предусматривает формирование девяти транспортных коридоров между Западом и Востоком Европы общей протяженностью 17 тысяч километров. Каждый коридор будет представлять собой полимагистраль, включающую и автострады, и железные дороги. А Дунайский коридор – также и водный путь. Воздушный транспорт обеспечивает связь через транспортные перевозки со всеми странами мира, способствует развитию международного туризма. В зарубежной Европе получили развитие все виды туризма. В качестве стран-лидеров международного туризма неизменно выступают Испания, Франция и Италия. А в таких микрогосударствах, как Андора, Сан-Марина, Монако, обслуживание туристов служит главным источником доходов. В зарубежной Европе наиболее широко представлены туристко-рекреационные районы двух типов – Приморские в Средиземноморье и Горные в Альпах. Кроме того, туристов привлекают исторические достопримечательности Европы, крупные города и тихие уголки незабываемой природы. Уникальные природные комплексы восхищают своим разнообразием. Любителям исторических достопримечательностей необходимо выбирать эпоху и направление в искусстве, поскольку странам зарубежной Европы есть что предложить для изучения мировых шедевров. По примеру Силиконовой долины в США, в зарубежной Европе, также возникло много научно-исследовательских парков, которые уже в значительной степени определяют географию науки ряда стран. Самые крупные из них находятся в окрестностях Великобритании и Германии. На юге Франции, в районе Ниццы, существует так называемая долина высокой технологии. Новые технологии в современном мире все больше обращают внимание на географическую среду с точки зрения экологии. Экологическая обстановка в зарубежной Европе на начало 21 века может быть оценена как сложная и противоречивая. С одной стороны, длительная масштабная антропогенная нагрузка на природную среду, особенно в период индустриализации, сделала Европы самым экологически неблагополучным регионом мира. С другой стороны, именно в зарубежной Европе первым пришло осознание степени опасности экологической угрозы для природы и человека. И были предприняты серьезные шаги, направленные на борьбу с этим злом. Уже в эпохи Средневековья и Возрождения появились первые природоохранные объекты – охотничьи угодья. Дальнейшее развитие заповедного дела в Европе продолжилось в начале XIX века. Самым крупным парком на данный момент является Национальный парк в Исландии, большая часть которого является ледником. На сегодняшний день Национальные парки в Европе составляют лишь 11% от всей площади континента. Но превышают числом 6000 парков. Среди факторов экологического кризиса в регионе можно назвать высокую плотность населения, высокую степень разнообразной хозяйственной нагрузки на территорию, высокий уровень жизни и большие экологические издержки общества потребления. С каждым годом состояние окружающей среды ухудшается, особенно в мегаполисах. Фиксируется беспрерывное загрязнение воздуха, воды и почвы. Составляются экологические карты с показателем экоэффективности, который включает оценку различных аспектов состояния окружающей природной среды. Экологи озаботились проблемой увеличения бытовых и промышленных отходов. Особенно острый этот вопрос стоит в Северной Европе. Отрицательное воздействие на экологию в зарубежной Европе оказывает и другие факторы, которые вам хорошо известны. Для решения экологических проблем разрабатываются и осуществляются проекты, направленные на улучшение ситуации в регионе. И прежде всего это рациональная природа пользования. Современному обществу необходимо устранять уже созданные проблемы и не допускать новых ошибок. В странах зарубежной Европы одними из первых начали проводить акции по охране земель от эрозии, восстановлению лесов, очистке водоемов, источных вод. Только на территории зарубежной Европы уже распространены ветровые станции для получения электроэнергии. Для улучшения экологической обстановки и дальше нужно применять меры правового, технологического, экономического характера. Ведь только человеку подвластно снесить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. А теперь выполним задание. За каждый правильный ответ вы получаете по одному баллу. Задание первое. Определите название стран и их принадлежность к региону. Правильный ответ оценивается в 6 баллов. Первое. Франция. Второе. Великобритания. Третье. Ирландия. Все эти страны относятся к Западной Европе. Четвертое. Норвегия. Пятое. Швеция. Шестое. Финляндия. Эти страны относятся к Северной Европе. Задание второе. Вам необходимо определить, какая страна имеет такой титул. Первое. Страна горных лыж. Второе. Обувной цех. Третье. Страна тюльпанов. Четвертое. Швейная фабрика. Пятое. Лесной цех. И шестое. Законодательница мировой моды. Правильно выполненное задание номер два оценивается в 6 баллов. Такие титулы имеют Австрия. Страна горных лыж. Италия. Обувной цех. Нидерланды. Страна тюльпанов. Португалия. Швейная фабрика. Финляндия. Лесной цех. И Франция. Законодательница мировой моды. Задание третье. На фото представлены достопримечательности стран зарубежной Европы. Найдите соответствие с предложенной страной. А. Великобритания. Б. Италия. Г. Германия. Д. Испания. Если сумма набранных вами баллов близка к 16, то вы великолепно справились с заданиями. На этом мы завершаем знакомство с регионом зарубежная Европа. Всего вам доброго. П… А. Италия. Италия.